Доброй ночи, я Николай Петров. Пожалуй, только самых отъявленных любителей автомобилей собирает в этот час программа автошоу. Признаюсь, я и сам иногда не думеваю. То ли сейчас поздний вечер пятницы, то ли уже раннее утро субботы. Но это не важно, поскольку сейчас время автошоу викторины. Мы начинаем с правильных ответов. Поехали. Чем знаменита эта машина? Мы так и знали, что этот вопрос причинит за вид трудности почти у всех участников нашей заочной автошоу викторины. Подобных машин слишком мало, чтобы вы не смогли с легкостью распознать для саму известную жизнь. Перед вами экспериментный спортивный автомобиль Mercedes-Benz C111. На 111 проходили новые системы, узлы и детали, в том числе новые двигатели. На одной из первых модификаций C111 стоял экспериментальный роторный двигатель Банкеля. В 1976 году на него поставили 3-литровый 5-цилиндровый турбоноглетателем мощностью 190 л.с. На такт, что на итальянском городе Арде эта машина установила 16 трудных рекордов. Уже в 1978 году на той же трассе эта машина, но уже с другим двигателем, 3-литровым турбодизелем мощностью 290 л.с. установила 20 рекордов скорости, из них 9. Максимальная скорость в авторе в горном заезду составила 327 км в час. Кодом позже на другой версии C111 обкатывался еще один турбоноглетателем. Но они как-нибудь в другой раз. Как называется эта модель? Многим узором, но мы находчиво как продают на плыве немедленно. Иногда собственные как-то подвески инженера Макферсона, а иногда и красиво абстрактные. В случае с подвеской самой последней модели шведского завода Volvo, красивый на спаде подвески Дельта Линк, сами конструкторы подавляют дельтовидностью, то есть слегка треугольной формой основной климатической схемы. Итак, правильный ответ такой. Мы показали вам полу независимый. Отвеска Дельта Линк новой машины формы 850. А как фирмы, машина заявлена как спортивный комфортабельный седал. Машина действительно получилась динамичная. Разгон 20 км в час за 9 секунд. А как показывает практика, там, где в скорость неспешно возникают проблемы в управляемости. Веска Дельта Линк, собственно говоря, и предназначена для того, чтобы влечить соответствующие экзеристики управляемости. При гостующих и не всегда успешных элемент полностью управляемыми конусами, Volvo решила применить чистую механическую конструкцию, основанную на элементарных законах физики. Два рычага выполняют функцию степутатора попередной устойчивости, а два упругих элемента обеспечивают удовольствие при повороте. По мнению экспертов газеты Авторевью, проводивших тест-драйв машины прошлым летом, при отличной поперечной стабилизации и минимальных кренах, в повороте тем, что проявляется недостаточное поворачивание с машины, и в какой-то момент передние колеса срываются, и практически неуправленный автомобиль скользит по касательной наружи. Какая машина? Первый появился в гаражной царе. В фронте известно, что Николай всерьез упал все в фотографии, но немногие знают, что он любителям альтернативной, а также единственным крупнейшим и экспертным агражем. Собственных машин Николая, по уточненным данным, было 9, светских 19, а всего в введении Министерства двора, по данным на февраль 17-го года, было 57 машин. Самые первые из них – американский электромобиль «Ламбель». Что самое интересное, его ровно сохранилось и находится в запасниках политехнического музея. Но, увы, останки машины в столь непотребном состоянии, что мы не сочли возможным вам их показать. Гараж двора разместили в императорских конюшнях на конюшенной площади Санкт-Петербурга. И, конечно же, первые этажи домов на этой площади и пролегающих улицах оказались вскоре заняты членными магазинами и представительствами известнейших автомобилестроительных фирм Европы и Америки. Естественно, каждая фирма считала большой честью поставлять автомобили гаражу его императорского величества. Здесь были и машины Рено, и Бежо-140, и парашек Роуз, и, конечно же, Мерседес. Тут шучь. Эмортыны плевели, отчавшаяся круглая облицовка радиатора, напоминавший возный котел, основную продукцию «Доланы». Помимо основных петербурга, сериалы гаража имели в том, как в себе и преливодисты в конце императора в Крыму. Верный и любимый шофер Мего Величества был князь Орлов. В должности же заведующего гаражом со дня его основания самых смот. И 19-го года стал французский инженер Адольф Тегресс, который бежал из России и Финляндию на одном из деланной беременности, вскоре после отречения императора. С февраля 17-го года гараж его императорского величества стал официально именоваться автобазой «Время правитого». Тут правительством и петербургом с коммунартипов без автобусских автомобилей происходили на источнике. А спустя очень непрочитное время гараж не было на хазе. Те же носили. В июле этого года будет ровно 75 лет со дня расстрела Николая Ильича Ромак. Программ «Автошоу» готовит КТД с альт-выпуском, который так и называется «Гараж его императорского величества». Следите за первым годом. Причем здесь автомобили? Ответа «Гараж его император» остался на сам. Да, спасибо. Автомобили мини-связи. Прекрасные южные корни острова в Тихом океане ветерными медленными летом уходят под уголом. За последние 10 лет уровень Невого океана поднялся на 10 сантиметров. Причина глобального утепления пимотизма, на которого усиленно таяют ледовые шапки на полюсах. Блоки слои природа и цепи защитных промышленных выхлопов почти 100 миллионов машин, руты, текущих, то есть тон, слой атмосферик и окружающее космическое пространство. Кроме того, КПД использования сгорающего топлива автомобильного двигателя составляет всего 30%. Далее 70 лет уходят на первых облоках. Возди от полного затопления трава в Тихом океане и более насильные и привычные территории могут, пожалуй, только новые технологии создать пшельмала между развитием цивилизации и сохранением природы. Что касается автомобилей, то здесь могут помочь только от любого системы двигателей, электрические, электронные на других источниках тепловой энергии. в честь и современных двигателей подлинного сгорания водородной. Типринская компания Мазда разработала и экспутала подробные двигатели для подробных двигателей. Продолжение следует, но все равно остается на сегодняшний день. Правильный ответ звучит, пожалуй, сзади. Автомобили здесь притом, что двигатели подлинного сгорания улучшают экологическое состояние планеты. Надеюсь, вы слишком разочарованы своими ошибками. Я имею ввиду, конечно, тех наших зрителей, кто не смог ответить на все перевопросы. Напомню, второй условий. Ответы должны быть отправлены в наш адрес в течение трех дней после первого выхода передачи в эфир. А сейчас, внимание, наши победители. Первый, 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 первый приз, терминные очки БМВ. Нашего постоянного зрителя Михаил, такой, московный бродец. Причем с тобой, мет, по-трублям. Сарк, промок, вытянует. Кру-пли-пли-пли. Выспой. Кит. Ай, мет, при-при-при. Если вы помните нашу первую программу, появившуюся в эфире телекомпании Митро 2 октября прошлого года, тогда вас должны были произвести сильные впечатления стихий в японском стиле в том, что жизнь у нашего корреспондента во время такого же сильного релинга, как на прошлой неделе в Москве. С утра снова дождь идет запах. Собирается другое. Грустное следище. Это 10 мокрых донитки машин. На этот раз и опять во время дождя в Новый Сотовский салон, Ауяма Мотерс, в Литикурском вокзале, закатывали как раз японский фонд-вапорт Сивик Элэншн. Нападной чисто русской примеси. Все дела, начатые во время дождя, должны быть успешными. Мы в несредном промокле, так что рассмотрим. Спустя буквально несколько дней в рабочем окраине Москвы открывался большой специализированный автосервис BMW. Кстати, погода была напротив, в удивление, теплой и очень солнечной. Русские были русские мужчины всегда лучше были влюблены в техники. А Би-М-Би как раз это чувство садо. Теперь автомобили 93, второй по счету перепуске автосалона. Уредка в качестве влево, видимо, намек на скорости отечественного автостреления, а также на интерес отечественных фирм к салону. Армия посредников, дистрибьюторов, дилеров показала в очередной раз то, что давно известно. Мерседесы, кстати, теряющие мировой уровень вследствие высокой цены Вольфа, Миссубиси и прочие дорогие игрушки хорошо знакомы. Единственная серьезная новость из прыгки французского автогиганта Рено любимуют без посредников, выставивших в салоне полную гамму своих машин. Ну, а наши садичные торговали почему-то электроплуком, ссылаясь при этом на богатые пуки против убойщиков. Пришло время к вопросу викторины. Приготовьте ручки, а у кого есть видеомагитофон, то чистую кассету, потому что, как вы нас не просите показывать вопросы подольше, на это нам, увы, никогда не хватает времени. Итак, первый вопрос. Продолжение следует... Вопрос. Итак, разрешено или нет? Нарешено местным правом. Грузовик прошедшим дополнительные фонари на дно и на посуду обид. Вот, диспет. Это портреты Кремля. Поскопник портной страховой пузырь. В Европе стали улицы стековые пузырь. Это уже не украшение, а у телевитки. Поскопник вопрос. Зачем грузовику такая антенна? Вопрос. Вопрос. Поскольку каждый птен автопол, то есть у нас стоит без натока автомобиля, с легкостью необыкновенно распитает помолчено. Я вижу, что уже афин. Но все-таки не сочет затут мне писать нам про этот забавный миг-томобильщик можно подробовать. Тем более. Просто что? У нас в стране в свое время много писать. Что за автомобиль? Думаю, надо повторить вопрос. Что это за машина? яблоку не буду. У меня не могу. Это с патрульевым управлением первым партнер-провера. Напоминаю вам, что автошоу теперь выходит еженедельно в наше обычное время. То ли поздним вечером пятницы, то ли ранним утном в субботу. А для московских зрителей еще и по каналу дважды два, днем во вторник. Но если наша передача вас еще не усыпила, то запишите, пожалуйста, последнее важное сообщение. Контактный телефон автошоу 201-87-50. Поэтому телефоны мы принимаем как информацию для наших новостей, так и предложение о рекламе и призах для передачи. Телефон мы повторим чуть позже в титрах. А я говорю пока. Чао вашей машине. До встречи через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...